Всемирная организация здравоохранения официально признала игровое расстройство болезнью, из-за которой появляется зависимость. Утро началось с того, что оказывается я наркоман. Зашибись, если наше законодательство запретит игры, сразу пойду искать закладки с дотой. Написала мама. Все там же, в Вайбере. Объяснять маме, как работает Телеграм, мало того, что долго, но и больно для моей нервной системы, так что пусть все останется как было. Написала, что у моей сестры Кати проблемы с НО, а так как я сдал математику хорошо, то естественно мама запрягает меня ей помочь. Стоп! Что? ЗНО по математике? Я написал маме, что это было 9 лет назад, и я уже ничего не помню, и вообще я занят. Мама написала, что как это я не могу помочь своей родной сестре, и когда в следующий раз буду просить у нее деньги, занята будет она. Ну да, Катя все-таки родная сестра, да и денег у меня сейчас нет. Сказал маме, скину деньги сразу, потому что я ее знаю. Бабки пришли, я выехал к малой. По дороге купил шаурму. Настроение стало явно лучше. Зашел домой, мама наготовила кучу всяких вкусностей, и сказала, что пока не съешь, не встанешь. Я сказал, что я приехал помогать Кате. Она сказала, успеешь. Я сказал, но мама произнесла коронную, я все сказала. Мне кажется, этот аргумент у мам работает всегда. Я поел, зашел Кате. Катя сидела над книгами, тетрадками и всем мерзким, через что я проходил в своей жизни. Мы зашли на сайт ЗНО и начали проходить пробный тест. Мне стало еще хуже. Я вообще не понимал, что происходит. Я просто спрашивал вариант ответа. Катя говорила какую-то букву, и я ей говорил молодец. Иногда спрашивал точно. Она меняла букву, и я ей говорил молодец. На самом деле вообще не понимая, что к чему. Катя была рада, что у нее получается. Я был рад, что мама мне скинула деньги. Все были рады, а это самое главное. Но тут Катя сказала ответ. Я, как обычно, сказал молодец. Она ответила, что ответ неправильный. Спросил, какой правильный. Она сказала Б. Я сказал, что проверял ее. Она сказала Б, тоже неправильный. Я понял, что так легко бабки мне не достанутся. Сказал, что не знаю правильный ответ. По ее лицу понял, что она тоже нихрена не знает. Сказал, ставь на шару. Она поставила. Мы пошли дальше. Пару раз поджимался, сказал Кате пару раз присесть, принес к кухне шоколадку. Слышал, что все это помогает, шоколад особенно. Съели еще одну плитку. Катя сказала, что это плохо для фигуры. Я сказал, что она думает не о тех фигурах. Мы поржали, панч зашел. Захотелось посмотреть версус. Понял, что мой панч про фигуру не такой уж и хороший. Обидно. Решили немного отдохнуть. Вышли на улицу. Катя спросила, почему у меня нет девочки. Эээ, что? Стоп. Как-то быстро мы перешли с формул на девочек. Я спросил, кто ее надоумил. Сказала мама. Все, маме интересно. Может быть у меня есть девушка, просто я о ней не говорю. Катя сказала, что знает меня, и если бы у меня кто-то был, то я бы уже хвастался. Стало стыдно. Катя сказала, забей. Я вспомнил, что мне 25. Холостая жизнь прожита, и мама хочет, чтобы я брался за ум. А я уже видел, как я на джаге солирую по DC DC. Пришли домой. Вернулись к ЗНО. Катя сказала, что на самом деле много чего знает. Просто нервничает. Я сказал, не нервничать. Звучало неубедительно. Я решил рассказать, как я сдавал ЗНО. Катюх, на самом деле я ничего не шаг. Я просто рандомно отвечал. А, Б, А, В. Главное, чтобы ничего не повторялось. Мне поставили 170 баллов, мама думает, что я умный. Ты просто не нервничай. И все так же само с Дашей. Давай, Кулачок. Мам! Катя позвала маму. Рассказала все ей. Мама орала, что я тупой, и сказала скинуть обратно все деньги. Короче говоря, ЗНО. Ребят, стоп, не переключайтесь. У нас есть для вас крутые новости. Если вы хотите выиграть нашу мерчевую футболку, то пишите под этим видео креативный какой-то комментарий. И три самых смешных получат приз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи на ЗНО.